Это лето в Чебоксарах можно назвать по-настоящему спортивным. Совсем недавно в республике проходил командный чемпионат Европы по легкой атлетике. И вот уже новый старт – чемпионат России. В столицу Чувашии приехали лучшие легкоатлеты страны, чтобы побороться не только за медали первенства, но и за путевки на чемпионат мира в Пекине. На торжественной церемонии открытия соревнований побывали и мои коллеги. Королева спорта вновь посетила Чебоксары. Чемпионат России по легкой атлетике проходит в столицу Чувашии уже в четвертый раз. И с каждым разом привлекает все больше внимания зрителей и любителей спорта. Любое доверие, которое оказывает нам, мы выполняем с честью и достоинством. Отрабатываем. Поэтому у организаторов к нам тоже больших вопросов нет. То, что элита легкой атлетики или элита легкой атлетов прямо приехала, это поднимает дух чувашского народа. Это поднимает практически социальные самочувствия всех спортсменов и зрителей. За медали российского первенства поборются около 800 спортсменов из более чем 60 регионов страны, а также представители Казахстана. На соревнованиях выступят также и действующие олимпийские чемпионы по прыжкам в высоту Иван Ухов и Анна Чичерова. Честь сборной Чувашии будет защищать 21 спортсмен. Чемпионат России это все равно статус, это еще раз проверить именно квалификацию, финал и еще раз с соперниками выступить. Я считаю, любые соревнования именно такого уровня, тем более, это дополнительное получение опыта. Проходящий чемпионат России как показатель готовности сборной не только к мировому первенству в Пекине. Чуть более года осталось до главного старта четырехлетия – Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Подготовка уже ведется. Мы переживаем довольно непростое время, конечно. Это связано и с ситуацией в нашей сборной команде, я имею в виду смена поколений в какой-то степени. В какой-то степени некоторые спортсмены еще не успели восстановиться после травмы или после рождения ребенка. Многие девочки еще не вернулись. Я думаю, что в следующем году мы пополнимся довольно-таки существенно. Но вместе с тем, безусловно, работать надо много. На сейчас поддержать любимых спортсменов может любой желающий. Болельщиков ждет немало сюрпризов. На территории стадиона обустроены различные спортивные площадки. Можно даже поучаствовать в розыгрыше призов. Программа как спортивная, так и развлекательная обещает быть насыщенной. Всего на соревнованиях будут разыграны 38 комплектов медалей. Финали по различным дисциплинам пройдут сегодня, завтра и послезавтра. Именно они обещают быть самыми зрелищными. У чебоксарцев есть все шансы увидеть, как завоевываются путевки в Пекин, заглянув на стадион 3, 4 и 5 августа. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.